Праздновал некогда в Киеве Исаул Горобец свадьбу сына, на кою съехалось множество народу, и в числе прочих названый брат Исаула Данила Бурульбаш с молодой женой, красавицей Катериною и годовалым сыном. Только старый Катеринин отец, недавно вернувшийся после 20-летней отлучки, не приехал с ними. Уж все плясало, когда вынес Исаул две чудных иконы благословить молодых. Тут открылся в толпе колдун и исчез, устрашившись образов. Возвращается ночью Днепром Данила с домочадцами на хутор. Испугана Катерина, но не колдуна опасается муж ее, Аляхов, что собираются отрезать путь к запорожцам, о том и думает, проплывая мимо старого колдунова замка и кладбища с костями его дедов. Однако же на кладбище шатаются кресты и, один другого страшнее, являются мертвецы, тянущие кости свои к самому месяцу. Утешая пробудившегося сына, добирается до хаты пан Данила. Данила. Невелика его хата, непаместительна и для семейства его и для десяти отборных молодцов. Наутро затеялась ссора между Данилой и Хмуром, вздорным тестем его. Дошло до Сабель, а там и до Мушкетов. Ранен Данила, но, кабы не мольбы и упреки Катерины, кстати, памянувшей малого сына, и дальше бы дрался он. Примирились казаки, рассказывает вскоре Катерина мужу смутный сон свой, будто отец ее и есть страшный колдун, а Данила бронит бусурманские привычки тестья, подозревая в нем нехристе, однако ж более волнует его ляхи, о коих вновь предупреждал его горобец. После обеда, во время которого тесть бризгает и галушками, и свининой, и гарелкою, к вечеру уходит Данила разведать вокруг старого колдунова замка. Забравшись на дуб, чтоб взглянуть в окошко, он видит колдовскую комнату, не весь чем освещенную, с чудным оружием по стенам и милькающими нитопырями. Вошедший тесть принимается ворожить, и весь облик его меняется, уж он колдун в поганом турецком облачении. Он вызывает душу Катерины, грозит ей и требует, чтоб Катерина полюбила его. Не уступает душа, и, потрясенный открывшимся, Данила возвращается домой, будет Катерину и рассказывает ей все. Катерина отрекается от отца бага-отступника. В подвале Данилы, в железных цепях сидит колдун, горит бесовский его замок, не за колдовство, а за сговор с ляхами на завтра ждет его казнь. Но, обещая начать праведную жизнь, удалиться в пещеры, постом и молитвой у милости ведь Бога, просит колдун Катерину отпустить его и спасти тем его душу. Страшась своего поступка, выпускает его Катерина, но скрывает правду от мужа. Чуя гибель свою, просит жену опечаленный Данила беречь сына, как и предвиделось, несметной тучей набегают ляхи, зажигают хаты и угоняют скат. Храбро бьется пан Данила, но пуля показавшегося на горе колдуна настигает его. И хоть скачет горобец на помощь, неутешна Катерина, разбитый ляхи, бушует чудный Днепр, и, бесстрашно правя челном, приплывает к своим разваленным колдун. В землянке творит он заклинания, но не душа Катерины является ему, а кто-то незваный, хоть не страшен он, она водит ужас. Катерина, живя у горобца, видит прежние сны и трепещется сына. Пробудившись в хате, окружанной недвижущими стражами, она обнаруживает его мертвым и сходит с ума. Меж тем с запада скачет исполинский всадник с младенцем, на вороном коне. Глаза его закрыты. Он въехал на Карпаты и здесь остановился. Безумная Катерина всюду ищет отца своего, чтоб убить его. Приезжает некий гость, спросив Данилу, оплакивает его, хочет видеть Катерину, говорит с ней долго о мужа и, кажется, вводит ее в разум. Но когда заговаривает о том, что Данила в случае смерти просил его взять себе Катерину, она узнает отца и кидается к нему с ножом. Халдун сам убивает дочь свою, за Киевом же, показалось неслыханное чудо, вдруг стало видимо далеко во все конце света, и Крым, и болотный сиваж, и земля галическая, и карпатские горы со сполинским всадником на вершинах. Халдун, бывший среди народа, в страхе бежит, ибо узнал во всаднике низванное лицо, явившееся ему во время воражбы. Ночные ужасы преследуют колдуна, и он поворачивает Киеву, к святым местам, там он убивает святого скимника, не взявшегося.